Спонсор проекта компания Сапфир. Сапфир. Наши лучшие рекомендации. Всем привет, я Арина и это Технокухня. Вопрос в неделе, который мучает вас. Если нацелиться на SLI, стоит ли стремиться купить системные платы с формулой 1616X для видеокарт? Или 8.8X хватит? Для начала немного экскурса для новичков. Вы покупаете системную плату, вставляете видеокарту в слот и она у вас работает по скорости 16X. Это касается даже самой захудалой простой системной платы. Это стандарт. Возьмем две платы от Gigabyte. Одна за 16 тысяч рублей, вторая за 7. На одной, если вставить карты в два верхних оранжевых слота, будет работа по формуле 1616, а на другой 8.8. То есть, если на второй плате стояла бы одна видеокарта, она бы работала как 16. А если вставляем вторую, то обе карты работают уже на 8. И тут резонный вопрос. А что получится в итоге? Рассудит нас мощный подробный тест, проведенный порталом техpowerrap.com. Начнем мы с выводов, так как они дают четкую картину. Тестируются не связки карт, а карты по отдельности, которые работают на скоростях 16, или 8, или 4, и установлены в PCI-Express 1, 2 и 3 поколений. Итак, берем GTX 680 и Full HD разрешение. Карта на 100% раскрывается на 16-кратной скорости на PCI-Express 2 и 3. Но если первое поколение, то лишь на 96%. Поэтому системные платы с первым поколением сразу отбрасываем. А что будет, если 8-кратная скорость? Если у вас PCI-Express 3, волноваться не стоит. Вы получите почти те же 100%. Ребята, практически все современные платы под сокеты 1150 и 1155, заряженные под SLI или Crossfire, имеют именно PCI-Express 3 слоты. Поэтому вопрос сразу закрывается. Не волнуйтесь, ваши две видеокарты уровня 770-280X будут работать, как будто формула не 8-8, а 16-16. Минус 1-2%. То есть гнаться обязательно за 16-16 не стоит. Вам только надо следить, чтобы мамка поддерживала 8-8, а не 16-4. Иначе 4-кратная скорость при PCI-Express 3 раскроет карту на 96%, то есть будут потери. Вы потеряете те же 4% производительности, если у вас будет формула 8-8, но на матери с PCI-Express 2. Карта раскроется только на 73%, если 8-8 будет на матери с PCI-Express 1. Кросить со старыми матерями смысла нет никакого. Тут даже формула 16-16 вас не спасет, ибо потери составят 4%. Так опасны 4-кратные скорости на PCI-Express 2 и PCI-Express 1. Карта раскроется только на 87% и 73%. В общем, если соберетесь две видеокарты юзать, то мамка должна поддерживать PCI-Express 3 порты, а формула должна быть 8-8 или лучше, тогда потерь не будет никаких. Если брать видеокарту от AMD, то там требования к формуле не такое жесткое. Но опять же, PCI-Express 3 и 8-8 обеспечивают карты почти на 100%. Мы не знаем, что будет на более мощных картах, это будет тема отдельной статьи. А если разрешение выше, чем Full HD, то тут, как это ни странно, требования к скорости не растут, а снижаются. Все потому, что растет нагрузка на карту, карта просчеты ведет дальше и только потом скидывает данные. И тут, как это ни странно, можно использовать системные платы с PCI-Express 2. Потеря в 2% незначительна, главное, чтобы формула была 8-8. Давайте теперь посмотрим, как это выглядит в реальной игре. Battlefield 3. Если PCI-Express 3, то неважно, 16- или 8-кратная скорость. Вы получаете 71 FPS. Да даже если 4-кратная, то получите то же самое. Если PCI-Express 2, то тут почти 71 FPS у вас будет при скорости 8, а вот при 4-х уже снижение на 1 FPS. Чем больше разрешение, тем меньше требования к скоростной формуле. В принципе, получается, что формула 16-4 тоже имеет право на жизнь. Первая карта раскрывается на 100%, вторая на 96-98. Главное, чтобы порты были PCI-Express 3. Итак, давайте сделаем выводы, и они будут неожиданными. Для тяжелых игр и разрешения Full HD, и выше, как это ни странно, платы со скоростями 16-16 не нужны вовсе. Только если вы не соберетесь ставить мировые рекорды. Для нового компьютера нужно ориентироваться на PCI-Express 3 порты. Хотя это не фатально, и владельцам PCI-Express 2 унывать не стоит, особенно если одна видеокарта. Формула 8-8 тоже избыточная. Вы получите разницу там, где она не нужна. И FPS и так высокий. Но для задела на будущее лучше выбирать именно 8-8. Формула 16-4 имеет право на жизнь, особенно если денег впритык, и в магазине ощутима разница между платами 8-8 и 16-4. Ну и само собой понятно, PCI-Express 1 устарел морально. Практически все современные видеокарты последних двух линеек поддерживают PCI-Express 3. Тут с выбором заморачиваться не надо. А с вами была Арина, увидимся. Продолжение следует...